Расстрел полицейских под Винницей, военных, которые помогли подозреваемым, будут судить. В Украине пройдет суд над двумя военными, которые помогли подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований. В ГБР сообщили, что досудебное расследование относительно двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских, завершено. Правоохранители напомнили, что 20 апреля 2024 года отец и сын, которые напали на полицейских, решили сбежать за границу. Они обратились за помощью к двум знакомым военнослужащим. Один из них самовольно покинул военную часть в Одесской области. Фигуранты решили помочь беглецам, один из них передал автомобиль для побега за границу, а другой поехал забирать заграничные паспорты и мобильный телефон, которые он передал нападавшим. 24 апреля один из военных, который помогал подозреваемым, был задержан. Он обвиняется в самовольном уходе с места службы, за что может получить тюремный срок до 10 лет. При этом другой военный обвиняется в сокрытии преступления. Он может попасть в тюрьму на срок до 3 лет. То предшествовало предшествовало. Напомним, 20 апреля в Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, а другой получил ранение. Позже стало известно, что на полицейских напали военнослужащие, которые самовольно покинули военную часть в Одесской области. Это были отец и сын Валерий и Виталий Василаки. Все детали инцидента в материале РБК «Украина».